Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте Полине. Значит, я не знаю, что делать, чтобы исправить проблему в отношениях с молодым человеком, пишите вы. Здесь сразу хочется отметить, что исправлять, именно исправлять проблему, наверное, всё-таки не нужно. Именно исправлять. Самый исправный момент здесь в том, что исправление предполагает некий, ну, тот факт, что это неправильно в отношениях. Понимаете? А неправильного, именно неправильного, в отношениях, ну, в принципе, ничего нет. Ничего нет и быть, в принципе, не может. Поэтому я бы сказал, что именно исправлять ничего не нужно. Именно исправлять. А вот исследовать, да. Исследовать, конечно, безусловно. Безусловно, исследовать нужно, да. Вот. Но не исправлять. Потому что исправление, это всё-таки, наверное, какая-то такая более рэкетная история. Вот. Следующий момент. Так, встречаемся полгода, знаем друг друга, четвёртый год. А что между вами общего, что вас обедняет, что вас связывает друг к другу? Сейчас существует проблема того, что он делается якобы на то, что ему не хватает внимания и заботы от меня. Ну, смотри. Опять. Здесь есть тонкость. Дело в том, что если человек жалуется на недоступок внимания и заботы, при том, что вы ведёте себя вполне естественно, при том, что вы себя как-то не... ну... При том, что вы себя никак не зажимаете, при том, что вы себя никак не, значит... ну... не подавляете, да, ведёте себя абсолютно естественно, полностью естественно и полностью свободно. Вот. То... это проблема молодого человека. Даже если вы ведёте себя на самом деле несколько, скажем так, скупо на внимание, вот. Всё равно это проблема именно его. То есть это не ваша проблема ни в коем случае. Вот. Другой вопрос, что... Мужчина может давить на жалость. Вот. Мужчина... Мужчина может... Пытаться... Радко с кем-нибудь принуждать. Вот. Мужчина может... Пытаться... Заставить вас... Оставлять вас... Что-то делать. Вот. Ну... Конечно, это... Мягко говоря... Не очень... Хорошо. Мягко говоря, это не очень хорошо. Мягко говоря, это... По отношению к вам, ну... Не совсем такое вот... Что прям... Корректное поведение. Вот. С другой стороны, у мужчины могут быть... Некоторые трудности, у мужчины могут быть некоторые проблемы. Вот. С одной стороны. Это... Тоже... Нужно... Понимать, что у человека могут быть сложности... Каких-то... Вот. Но... В таком случае... В таком случае, если у человека есть... Какие-то... Проблемы... Вот. Что... Ему... Человеку, собственно... 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 Мужчине... Эти проблемы и решать. Что-то ни в коем случае... Не... Не вам. Их решать. Ни в коем случае. Вот. Дальше. Хотя я так не считаю, потому что стараюсь делать для него многое, и я даю ему эту работу и внимание. Ну, опять же... Здесь... С вашей стороны... Тоже не все так однозначно. Потому что... Вы можете... Безусловно, можете... Давать ему... Заботы и внимание. Вот. Но... Ориентируетесь ли вы... В этом на него? Ориентируетесь ли вы... На... Молодого человека... В том, что... Вы для него делаете? Или вы делаете... То, как... Вы считаете... Нужным... Делать? Если так, то... В... В какой-то степени... Я думаю... Вы встретите... Потому что... Эээ... Не то же самое... Когда вы делаете то, что нужно именно мужчине, и когда вы делаете то, что... Что вы сами считаете. Ну... Ну... Конечно... Одно... Не должно... Противоречить другому... Тут я... С вами... Соглашусь... По... Ну... Полностью... Далеко не полностью... Я с вами... Соглашусь... Что одно не должно... Эээ... Ну... Противоречить другому... Но... Я так же... Думаю... Думаю... Эээ... Эээ... И то, что... Здесь у вас идет явный... Перекос... В сторону того, что... Вы делаете... То, что вы считаете нужным... Да? То, что... Например... Хочет... И опять же... Поймите правильно... Вы не должны... Вы не обязаны... Просто... Лечь идет именно о том... Эээ... Что вот... Очень... 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 Похоже... На то, что вы обрадываетесь... На то, что вы считаете себя виновными... Но молодой человек не может с этого... Это не... Чувствует... Молодой человек не может с этого не замечать... Поэтому... Имейте, пожалуйста... Данный аспект в виду... Да? Так... Вы либо уверены в том, что... Ну... В том, что делал... В том, что делается... Вот... Либо вы... Где-то допускаете, что что-то вы делаете не так... Вот... И... Соответственно... Вы же корректируете... Вот... Тут... Чувствуется какая-то у вас неуверенность... В себе... Чувствуется какое-то желание себя защищать... Вот... Ну... Недостаточно вы... Значит... О... Чувствуется... 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 Во второй раз... И что? Вот как бы... И что? Что... Что было на первом? А... К какому выводу пришли и пришли ли? Общу проблемы и недопонимания... Например... Он называет... Некоторые... Мои... Мои... Мои вещи... Одежда недостаточно взрослая... Вот... Я одеваюсь по деткам... Он говорит, что ему важно... Чтобы я одевал взрослый... Красиво... Прямо... Радом с такой девушкой... Чувствует себя лучше... И успешнее... Ну... Здесь... А... У меня вопрос... Конечно же... В первую очередь... К вам... А... Что... У вас... Есть... Немножко не так, потому что вы выбираете такого человека, который за счет вас пытается, как-то вот, значит, самосредит, пытается за счет вас, вот, и на мой взгляд, это, конечно, достаточно негативная история, вот. Так что здесь очень важный момент, на самом деле, вот, это с одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны, значит, как развивается ситуация, во-первых, мужчина принимал вас, ну, вот, такой, да, мужчина принимал вас такой, какая вы есть, вот, и... Если честно, что изменилось сейчас, что он внезапно, вот, значит, ну, стал, стал, вот, вести, стал требовать от вас, какого-то, вот, другого поведения, да, какой-то другой модели поведения, изменения, изменения стиля, да, вот, это, конечно, очень... Это было бы интересно, что изменилось, именно, что изменилось в его восприятии вас, например. Вот, я думаю, что на этот момент тоже стоит обладать внимание, вот, то есть, почему он начал требовать от вас перемен? Следующее, его чувство, это только его чувство, вы не обязаны, вы не обязаны отвечать на... Отвечать за, точнее, вы не обязаны отвечать за его, значит... Как бы, проблему, проблему, то есть, проблему... Проблему своей успешности, ему нужно решать самостоятельность. Проблему своей успешности, ему нужно решать самому то, что вы берете, наверное, за это ответственность, или то, что вы сомневаетесь, брать ли еще вам ответственность за это или нет, да, это, конечно, проблематика. И проблематика, ну, на мой взгляд, достаточно серьезная, потому что вы здесь, ну, к сожалению, нарушаете свои личные границы, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, а... Дальше. Так, я... Итак, одеваю достаточно красиво, стараюсь подобраться даже по образу и стилю, в кузове, тогда думаю, за двоих. Ну, здесь ошибка, с одной стороны. Здесь ошибка, потому что за двоих, именно за двоих думать не надо. Это ничему хорошему не приведет. Думать за двоих, вот, потому что вам, вам будем за себя, это первое. Второе, ну, плюс, у меня есть ощущение, что, вот, как будто бы вы... как будто бы вы не уверены, вот, в том, что... А давайте как раз, вот, как будто вы сомневаетесь в этом, как будто у вас здесь сами сомнения, плачет какая-то штука. Если это так, если это действительно так, то, конечно, это... будет проблем, безусловно. То есть, если вы, если вы, вот, сами, как бы, ну, в себе не уверены. А вот, если вы сами в себе сомневаетесь. Вот, если вы не уверены в том, насколько, ну, ну, вот, насколько вы хорошо там действительно соблюдаете там стили и прочее, прочее, прочее. Вот, это такой момент. Так что здесь, вот, я бы сказал, ну, в какой-то степени ощущается, чувствуется, что вы не уверены в себе. Вот. А-а-а, потому что вы обрадовались. Дальше, думаю, за двоих это проблема личной границы и детская позиция. А-а-а, точнее, родительская позиция, что вы пытаетесь за двоих. А-а-а, мужчина в детстве как каприз-капризный ребенок с вами. А-а-а, я хочу, готовы стараться ради него. Ну, вероятно, он и чувствует это. Чисто, что вы готовы стараться ради него. Вот. А-а-а, значит, и пользуетесь этим тем, что вы готовы стараться ради него. Ну, типа, а-а-а, почему бы нет? Если вы, вот, если вы позволяете, вот, то почему бы и нет в таком случае. Вот. То есть, на мой взгляд, это, ну, проблематика достаточно такая, серьезная. Вот. То, что вы хотите стараться, как бы, за, ну, за двоих. То есть, я бы не сказал, что нужно стараться за двоих. Я бы сказал, что, ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, нужно стараться только за себя. Вот. А-а-а, а не за двоих. Потому что за двоих стараться достаточно сложно. Ну, и плюс, как бы, э-э-э, как я уже говорил, э-э, личные границы нарушаются достаточно сильно, в таком случае. Вот. И, э-э, скажем так, э-э, ответственность, э-э, в какой-то степени размывается между двумя людьми. Да, на мой взгляд, э-э, мне кажется, что это попахивает капризность и определенная незрелость. Это вопрос к вам, что вы выбираете такого мужчину. Когда я напрямую задал вопрос, какой дядь, что называется детская, пиши, покажи, но думаю, что не знает. Как сказать, просто ему так кажется. Кажется, что она выглядит детской. Опять, да, это вот детская что-то, если это перенос. В итоге, чуть позже, он смог объяснить, что именно ему кажется детским. Выяснилось, что детская на нем, э-э, в основном, футболка с принтами животных цветов с небольшим количеством страсть, вышивок, бусинных поэток. То есть, все очень обычно, э-э, девушка украшает свой образ. Ну, насчет, э-э, того, обычно ли девушка украшает свой образ или нет, это, мне кажется, не столь важно. Но тут опять же, э-э, по моим ощущениям вы, как-то больше оправдаться пытаетесь. Вот, я, конечно, в этом не уверен, да, но выглядит все именно так. Что вы пытаетесь оправдаться. Вот. Если это так, то опять же, это вопрос к вам. Почему вы пытаетесь оправдаться? Вот. Часто ли вы, э-э, оправдываетесь? И, во всем это связано. То есть, связано ли это, например, с чувством неверенности, чувством страха, ну, может быть, еще какими-то чувствами, какими-то переживаниями это связано. Вот. Поэтому это, наверное, нужно разбирать, конечно. Балыш. Э-э, так, еще ему не нравится черный цвет и все темные цвета. Я, обязательно, его недовольство слишком большое, выходит, это половина моего гардероба. Сам он любит, э-э, классику, но не говорит, что я должен относить только классику, либо одежду, которая мне не нравится. Нравится только ему говорит и пристет, что понравится нам обои. Ну, это, конечно, очень попахивается такой манипуляцией, безусловно. Да? То есть, э-э, не должно, не должно, в принципе. Нравится вам обоим. То, что носите, носите только вы. Это немножко, э-э, я бы сказал, авторитарно по отношению к вам. Да? Потому что, э-э, ну, какое-то посекательство на личной границе. Опять же, повторюсь, это исключительно ваша ответственность, что мужчина так делает. Потому что, э-э, ну, как бы, если бы вы и не позволяли ему так поступать, то ничего, ничего бы не было. Больше, я не могу смириться с этим до конца. Я люблю что-нибудь в этой ситуации принты, я не принес еще обращение. Ну, опять же, есть у вас какая-то неуверенность в себе, честно говоря. Вот. Я могу только догадываться, безусловно, с чем она связана. Тут неуверенность такая в себе. Вот. Ну, то, что. Она эта неуверенность присутствует. Это факт. Это совершеннейший факт. Вот. И нужно вам обязательно иметь в виду, что, вот, неуверенность у вас имеет место быть. Неуверенность у вас, как мне кажется, э-э, достаточно, ну, такая серьезная, я бы сказал, да? Потому что, как-то вот вы прям оправдываетесь практически постоянно. Вот. И, мне кажется, что в первую очередь нужно работать с этими, с личными границами. Э-э-э, так, э-э, так, почему я не могу найти то, что нравится? Ну, это вопрос к вам. Я совершенно запутывался во всех этих непонятных с его стороны, потому что вы пытаетесь им угодить. Э-э, там еще куча вопросов, касательно, забот и внимания. Ну, что ж, обращайтесь к психологу. Э-э, будем работать и разбирать ваши вопросы. Не разобраться хотя бы с воздействием. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю. Ну, Полина, ладно, мне в себе разобраться и со своей моделью поведения определиться. А дальше все будет, в общем-то, хорошо. Дальше все будет, все будет здорово. Дальше все само собой. То есть, вы, с одной стороны, их проблемы не преувеличиваете, да, но с другой стороны, конечно, с другой стороны, конечно, дробить все тоже, тоже не нужно. Вот. Э-э, пока, пока в этой стороне. Это то, что я могу вам сказать. Да, то есть, э-э, вот есть у меня ощущение, что вы себя в отношениях с инфобой наведете, пытаясь, э-э, как-то подстроиться, да, не получается, ничего из этого. Ну, вы еще, оно продолжает. Вот. Ну, я вам могу отметить, что и не получится, а молодой человек будет дальше определять вам претенды все больше и больше, все больше и больше, чувствуя, что вы ей поддаёте, поддаёте. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok